Всем привет! Честно говоря, что-то совершенно непонятное и, как по мне, невообразимое происходит сейчас вокруг дела Джонни Деппа и его бывшей. Дело в том, что недавно, а точнее на прошлой неделе, достоянием общественности стали более 600 страниц судебного дела в Вирджинии, которые ранее были недоступны широкому кругу, после чего, честно говоря, даже привыкшие уже к грязному и сложному разбирательству между былыми супругами выпали в осадок. Столько всяких взаимных обвинений, новых темных подробностей и прочего всплыло на поверхность. Но, что самое главное, кажется, сторонники Джонни, которые были причастны к публикации данных документов, сделали своему кумиру медвежью услугу. Потому что результат оказался обратным, на Джей Ди вновь повалился довольно серьезный хейт, а что самая примечательная, часть знаменитостей поддержавших актера после победы в Вирджинии вновь от него отвернулись. Давайте сегодня разберем данную ситуацию и посмотрим этот позорный список. А там, уверяю, есть имена, которые вас просто шокируют. Всем привет, с вами Юту и мы начинаем. А прежде чем продолжить, хочу порекомендовать вариант, как можно очень неслабо сэкономить на всевозможных сервисах, играх, программах и прочем. Это сайт GGSell. К примеру, сейчас вашему вниманию предлагается подписка на Netflix. Гляньте на количество предложений, выбрать уж точно есть из чего. Да и цены просто супер привлекательные. Неудивительно, что уже столько людей поспешили воспользоваться таким вкусным предложением. Все проверено и абсолютно безопасно. Ссылка в описании. Ну а теперь по порядку. Да, на прошлой неделе общественность узнала много нового по делу в Вирджинии. Причем там реально открылись просто какие-то невообразимые детали. Когда взаимное обвинение сторон в подделывании улик это просто детский сад. Но потому что, например, сторона GD заявила в том числе, что его бывшая была самой настоящей эскортницей. Да, я не шучу, такое заявление, оказывается, действительно фигурировало во время слушаний в Вирджинии. Ну так вот, что же касается представителей Хёрд, те тоже не остались в стороне с заявлениями, что Депп хотел присоединить обнаженные фото бывшей к судебному разбирательству. Документы также проливают свет на отношения между Джонни и Мерлином Мэнсоном, у которого сейчас тоже сложные дела. Были также заметки по Джонни Деппу со стороны терапевта Эмбер, которые были приняты в поддержку ее заявлений с обвинениями бывшего. Ну и много другого. Короче говоря, что вышло в итоге, а в итоге получилось довольно неожиданно. Ведь изначально ряд документов, связанных с судебным процессом, речи о тех самых 600 страницах, был распечатан по решению группы сторонников и фанатов Джонни Деппа, финансируемой за счет краундфандинга. Поклонники актера заплатили около 3000 долларов за распечатывание судебных документов, с тем, чтобы получить еще больше сведений о проделках Эмбер. Но в итоге непреднамеренно нанесли вред своему собственному кумиру, распространив не самую приятную для него информацию. Как скажем, обвинение бывшей в эректильной дисфункции, редактировании аудио, запугивании свидетелей и инкриминировании текстов. И вот что случилось потом. На Джей Ди вдруг вновь полились потоки не самых приятных субстанций. А дело дошло даже до того, что в кратчайшие сроки ряд знаменитостей начали незаметно удалять свои лайки из поста, сделанного Джонни Деппом в инстаграме в честь его законной победы над Эмбер Хёрд 1 июня. То есть, чтобы вы понимали, звезды втихаря стали давать заднюю, сперва отметившись публичной поддержкой Джей Ди, когда он делился в своей инсте результатами слушаний в Вирджинии, а теперь вот резко вожила взобрать, так скажем, свои слова назад. Что ж, наверное, пришло время ознакомиться с этим списком. Списком тех, кто решили, что они опять снова не поддерживают Джей Ди, отозвав свой звездный лайк под его постом, чтобы даже и цифрового следа не осталось. Готовы? Тогда давайте начнем. Итак, юная американская актриса Джой Кинг поспешила отозвать свой лайк, видимо, побоявшись негативных оценок со стороны общественности. Еще одна молодая знаменитость, 28-летняя актриса Зои Дойч поступила также. Эль Фендинг, младшая сестра актрисы Дакоты Фендинг и сама актриса тоже, подумав, решила, что Джей Ди не заслуживает ее лайка, а вот дальше идут, ну вот прям совсем разочаровывающие имена. Потому что следом у нас небезызвестная Софи Тернер, звезда Игры Престолов, исполнительница роли Сансы, которая после недавних обновлений по делу и опубликованных 600 страниц, тоже онлайкнула пост Джонни Деппа. Ее примеру последовал хорошо известный всем нам Орландо Блум, который снимался с Джонни вместе в Пиратах Карибского моря и который сам прекрасно знает исполнителя роли Капитана Воробья на протяжении многих-многих лет. Ну и наконец самое шокирующее для меня лично это имя Роберта Дауни-младшего. Твиттер прямо сейчас активно обсуждает то, что ветеран Голливуда, многолетний лидер студии Марвел и давний приятель Джонни Деппа, который в свое время пережил столь же сложные времена в своей карьере, как и Джей Ди, тоже в цифровом эквиваленте открестился от Джонни, с которым его связывают многие годы дружбы, отозвав свой лайк под постом актера. И да, конечно можно сказать, что это уже преувеличение, все-таки один единственный лайк или его отсутствие еще ничего особо не означает, но все-таки знаете, когда ты знаменитостей в твоих соцсетях десятки или даже сотни миллионов людей, тут все меняется кардинально. Так что к сожалению, пока что ситуация вот такая, не слишком веселая и очень неожиданная. Что же, посмотрим, чем это все в итоге завершится, если вы не хотите пропустить самые свежие обновления, прямо сейчас пришло время нажать на колокольчик и подписаться на наш канал, а также пишите в комментариях, что вы думаете по данной ситуации и ставьте пальцы вверх. Спасибо всем за просмотр, пока-пока.